В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Катерина Филиппова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите. В Одессе снова обвалился дом, уже пятый за последние два месяца. Дерево на самой популярной улице города Дерибасовской на грани падения. Курсант Одесской военной академии признан лучшим иностранным выпускником Королевской военной академии Великобритании. В Одессе очередное обрушение. В ночь на 10 июня около трех часов утра по адресу улица Ясная 10 обвалилась часть четырехэтажного жилого дома. За последние два месяца в городе рухнуло уже больше пяти зданий. Более сотни человек остались без жилья. Подробности в сюжете. Дом по адресу Ясная 10 был построен в 1912 году и является памятником архитектуры и градостроения местного значения под названием «Дом Беляевой». На протяжении долгого времени местные жители жаловались на то, что в доме есть трещины. Но, по их словам, никакой реакции не было. И официально дом аварийным не был. Все, никто тоже ничего не делает. Вы не знаете, как долго вообще люди обращались на протяжении такого времени? Ну, полгода точно. Позвольте на дачу. То есть говорили, что полгода? Да, что трещины, все, и никто ничего. На сегодняшний момент в доме проживало 38 человек в 10 квартирах. Обрушение произошло, как я уже сказала, в правой торцевой части флигеля. Это квартиры 2, 4, 8 и 12. Из 38 человек 11 человек отселены в лагерь Мрия. Остальные отселены к родственникам, друзьям, к знакомым. Причина обрушения в данный момент устанавливается. Но, по предварительным данным, причиной является самовольная реконструкция в квартирах на третьем и четвертом этажах. На деревянных перекрытиях была залита бетонная плита, которая нависала над всеми остальными этажами. От ДСНС залучено 5 из техники и 46 человек особого склада. Наразі працює важка габаритна техника – це кран. Перша задача – це достати автомобиль, який знаходиться внутри двора. Він непошкоджений. И ми намагаємось зробити все, щоб його вилучити непошкоджений. После удачной эвакуации машины на месте начали работать специалисты Одесской академії строительства и архитектуры, которые дають оценку зданию и решают, могут ли сотрудники ГСЧС продолжать работу по разбору конструкции, либо это грозит дальнейшему обвалу здания. Всего в доме проживало 25 человек. Их всех удалось вовремя эвакуировать из дома. В результате обрушения жилого дома пострадал один человек. Он получил ранение ноги, но от госпитализации отказался. НАБУ под процессуальным руководством САП закончила досудебное расследование о внесении недостоверной информации мэром Одессы в свою декларацию за 2017 год. Как сообщает Украинская служба информации, прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры готовы в суде представить свои доказательства. НАБУ под процессуальным руководством САП закончила досудебное расследование о внесении недостоверной информации мэром Одессы в свою декларацию за 2017 год. По версии следствия, Труханов опять не рассказал правду об имуществе экс-жены Татьяны Колтуновой. Он не задекларировал квартиру, два паркоместа, дачу, эллинг, нежилую недвижимость, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках на общую сумму в 16 миллионов 300 тысяч гривен. А должен был все это указать, потому что связан общим бытом, имеет обязанности семейного характера и вообще расстался эффективно, чтобы скрыть реальные доходы, убеждены в САП. Как заявил прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Мельченко о новом деле Геннадия Труханова, опять скрыл имущество жены. Согласно сообщению УСИ, городской глава Одессы Геннадий Труханов охарактеризовал новое дело против него политическим преследованием, которое якобы выгодно всем перед местными выборами. Но в специализированной антикоррупционной прокуратуре уже полностью закончили расследование и готовы доказывать свою правоту в суде. Прокурор отрицает любое политическое преследование, поскольку сторона обвинения – орган, которому присущ политический нейтралитет. В действиях городского головы Одессы по убеждению антикоррупционных ведомств есть состав преступления. В случае доказательства вины Геннадий Труханов может оказаться за решеткой на срок до двух лет или получить штраф в разбере до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан. Он лишится должности городского головы Одессы и не сможет ее занимать в течение трех лет. Следующее заседание суда назначено на 24 июня. В суде также продолжается слушание дела о скандальной покупке зданий завода «Краян» под Евромарию. Наряду с проблемами обрушения домов многие перестали обращать внимание на не менее важные проблемы – аварийные деревья. Одно из них находится по адресу Дерибасовская, 10. Улица Дерибасовская – однозначно самая популярная в городе. Одесса полным ходом готовится к сезону толпам туристов и заработку. Однако вдоль пешеходной проезжей зоны напротив дома по адресу Дерибасовская, 10, растет аварийное дерево, которое в любой момент может упасть и причинить непоправимый ущерб как здоровью, так и имуществу горожан и туристов. По статистике в Одессе проблемы не предотвращают, а решают их последствия. Однако куда смотрят гор Зелентрес и горские власти? И как они могут так халатно относиться к своей работе, когда на кону стоит здоровье людей? Качество питьевой воды интересует сегодня всех без исключения. А вот качество сточных вод почему-то часто отходит на второй план. Хотя очищенные сточные воды попадают в море или лиман. В свою очередь, Инфоксводоканал уделяет этому вопросу большое внимание. Завідувачка хімико-біологічної лабораторії СБО «Південна» Наталя Григор'єва знает про це, как никто другой. У этой лаборатории она работает уже 27 лет. Она прошла шлях от инженера до завідувачки. Зазнается, с года в год умовы изменялись, но никак не ожидала, что после очередной реконструкции все будет настолько удобно. Ионметр приобрели польский. У нас сейчас аналитические и технические весы электронные, польские. На них удобно работать. У меня теперь лаборант просто приходит и получает удовольствие. И когда я ставлю задачу какую-то, допустим, эксперимент или еще что-то, делают люди с удовольствием, они идут на работу с удовольствием. Наталю Яківну переповнюють эмоции. Что совсем не дивно, адже лаборатория після реконструкции кардинально змінилася. Тут проведено роботи з облаштуванням міжповерхових сходів, змінені вікна та двері на металопластикові, облаштовані окремі кабінети. Повністю змінили систему опалення, электричних мереж. Особливу увагу приділили вентиляції та витяжній системі, що дуже важливо, адже тут працюють живими бактеріями. Для цього була змонтована вентиляційна установка МС-5. Крім цього, закуплено нове і сучасне обладнання європейських брендів. Що це дасть для потребців і для виправих? Це контроль качества води від початку до вибросу. Контроль производиться 4 рази в сутки, круглосуточний. Як тільки є якісь ситуації, де треба змінити технологічний цикл, лабораторія об цьому, аналізи об цьому говорять. Не забули і про хімико-біологічну лабораторію СБО «Північна». Саме сюди потрапляють всі стоки з селища Котовського, центру Слобідки і Молдаванки. Тут також був проведений не тільки косметичний ремонт, але й реконструкція з оновленням обладнання. Во время реконструкції був проведен капітальний ремонт наружних стен здания. Також провели капітальний ремонт химического отдела. За период реконструкції була установлена нова приточна витяжна вентиляція, були приобретены нові оборудування, прибори, була приобретена нова мебель і повністю кондиціонуваний хімічний отдел. У цих лабораторіях щодня проводиться аналіз 20 показниками, 12 з них нормуються. Фахівці лабораторії контролюють ці етапи роботи очисних споруд, починаючи від входу стоків і закінчуючи скиданням вже очищених вод в акваторію Чорного моря. Щоб знати, скільки потребить кислорода, скільки потратить електроенергії на очищення води, ми діляємо аналізи і передаємо дане. Не дивлячись на складну ситуацію з коронавірусом та оплати споживачів заводу, філії «Інфоксводоканал» все-таки вдалося до початку курортного сезону завершити розпочаття роботи по реконструкції розчіток та мулу ущільнювача на станції біологічної очиски «Північна». І саме головне – тепер контроль за якістю очиски стічних вод в Одесі відбуватиметься у нових сучасних лабораторіях. Це гарантуватиме безпеку для навколишнього середовища. У планах «Інфоксводоканалу» на цей рік – зміна кабельних мереж до насосних станцій, старих трубопроводів і, звичайно ж, оновлення обладнання. Адже в пріоритеті у підприємстві не тільки подача води, але й якісна очистка стічних вод. В Біляєвському районі преступник серед білого дня ворвався в дом пенсіонерки, ударив хозяйку нескільки раз по голові, забрал планшет і 1300 гривень і ушел. Зараз злоумішленника потерпевши помогли місці жителі, котрим та обратилась за допомогою. Вони же вызвали поліцію. Уже в територіальному отделі, куди правоохранители доставили 29-летнєго подозреваємого, виявилось, що він імеє судимість за кражі. А в Одеську область приїхав із Николаївської області к родственникам. Правонарушителю объявили подозрення в совершенні преступлений, предусмотреного ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса України. Ізбрана мера пересечення в виде содержання підстражей. Пострадавший вернули її імущество. А отця з синим, які проявили неравнодушію і активну гражданську позицію, помогли задержати злоумішленника. Руководство Беляєвського отдела полиції поощрило благодарностями. Лучшим іностранним выпускником Королівської воєнної академії Великобританиї в цьому году назван третій курсник Одеської воєнної академії – Антон Савенко. Курсанта торжественно встречали в родному вузі. После обучения в Великобританні к родным пенатам Одеської воєнної академії вернулся курсант-третій курсник Антон Савенко. В этом году по итогам аттестации он стал лучшим іностранним кадетом Королівської воєнної академії в городі Санхерсте – графство Бергшир. Несмотря на карантин і отмену торжеств по случаю выпуска, парень получил от представителей командования воєнного вуза высокую награду – ювелирную копію офицерской сабле выпускника британського вуза. После выхода из двухнедельного карантина на родине новоиспечённый кадет принимал поздравления от одногруппников на плацу родной альмаматор в Одесі. Взагалі є сабля, меч називається, і інша, ту, що я отримав. Це дві різні нагороди. Перша нагорода, яку отримав аголеністанець, також називається найкращим кадетом, але вона відрізняється за тим, як її видають. Він вирішає командир роти, звідси вирішає командир полка і так далі, і до генерала вони дивляться на полігонах, як він себе показує, і вони рішають. А моя нагорода визначається за статистикою, тобто у мене найкраще було навчання, фізична підготовка і ориентування, час найменший був в ориентуванні, і завдяки цьому я отримав цю нагороду. Привітственні плакати і шарики, бурна емоція, долгого ожидання, искренні улыбки девушек і крепкі об'ятия ребят. Так, прямо у ворот академії встречали Антона Советника, одногруппники. Встречали кадеток групи підготовки специалистів матеріально-техніческого обеспечення. Именно на этом факультете два года учился юноша до того, як в рамках международного обмена опытом і партнерської допомоги в військовій сфере його як способного курсанта і лучшого знатока англійського языка не направили в Великобританню. Королівська академія сухопутних військ принимає слушателей з України з 1997 року, однака лучшими вони становяться впервые. Одногруппники говорят, учиться за рубежом дуже престижно. Впрочем, це і больша відповідальність, тому дуже гордяться своїм другом. Імея за плечами соответствуючую физическую учебну подготовку, Антон легко овладел дисциплинами базового курса офицера. Кроме академической военной подготовки, парень блестяще отработав практические занятия і военно-полеві учення, проходившие в Великобританні і Германні. Преподаватели неоднократно отмечали несомненные лидерские і командирские способности українського курсанта, його знання і підготовку. По завершению курса по представлению специальной комісії Антона выдвинули на соискання высокой награды і звання «Лучший іностранний выпускник Королівської академії». Традиційних торжеств из-за карантина не було. Впрочем, награда – ювелирная копія боєвого мяча опускника Сан Херсте все равно нашла своего героя. В военной академії говорят, курсант Савенко получил не только высокую оценку иностранного военного вуза, но и доказал всем, что украинские военнослужащие сильной выдержкой и духом. В следующем году Антон продолжит приобретать военную профессию на родном факультете. О дальнейших планах пока предпочитает молчать, но говорит, что и секунду не сомневался в правильности выбора военной профессии. Наш выпуск новостей подошел к концу. Дали информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями рецентресных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важным и интересным сообщать в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего доброго, до встречи в эфире. По прогнозу гидромоцентра Черного и Азовского морей 11 июня в Одессе солнечно, ветер восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью 19-20 тепла, днем 26-28 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин